Лучшее в стране Ну и Сергей Островский, друзья, скрипач. Музыкант с огромной большой первой буквы. Победитель множества международных конкурсов. Основатель струнного картета «Авив» и первая скрипка. Сергей выступал лучше концертных залом мира. С 2009 года является профессором Женевской консерватории. В общем, величайший музыкант современности. Невероятно счастлив. Сергей, добрый день. Есть еще одна гость, друзья, которой я не могу не сказать, потому что с особым трепетом отношусь к музыкальному инструменту. Если операторы сейчас помогут нам продемонстрировать, это скрипка, которая сегодня обязательно зазвучит в руках Сергея. Мы вам это обещаем, так что непременно оставайтесь в нашей компании. Про историю этой скрипки обязательно я спрошу у Сергея. Вы нам расскажете. Но прежде мы, конечно, расскажем о поводе для нашей встречи завтра. В Международном доме музыки. Галина, рассказывайте, конечно, вы как автор, продюсер, руководитель этого мероприятия. Спасибо большое. Завтра, 18 октября, в Московском Международном доме музыки в 19 часов грандиозный концерт. И он не только грандиозный, он, наверное, самый любимый и у музыкальной Москвы, и музыкальной общественности, и всех любителей музыки. Это два шедевра, как это говорится, восемь сезонов в одном концерте. Времена года Вивальди и Пиццолы. И в этом концерте у нас солист Сергей Островский и Родион Петров. И будет это оформлено крупномасштабными проекциями. Так что это будет очень интересно. И в первой части у нас будет классическое исполнение, а во второй части, ближе к концу, нетрадиционное. И вот здесь вот большая интрига, интерес, что, в общем, как всегда, нас с вами должно подтолкнуть обязательно на поход в Международный дом музыки. Билеты, я надеюсь, еще есть, но лучше все-таки сказать этот сайт, где можно посмотреть и приобрести. На сайте оркестра у нас оркестр.ру или в любом поисковике «Русская филармония». И с завтрашнего дня у нас начинается акция. Называется эта акция «Безумные дни». Продлится эта акция 10 дней с 18 по 28, где абсолютно без ущерба для семейного бюджета можно будет приобрести билеты на любые концерты «Русской филармонии». И как это правильно, и как это современно ГНН. Я уже говорила вам, и буду говорить об этом постоянно. Ну, к завтрашнему мероприятию. Конечно, с чего мне хочется начать. Сергей, ваше знакомство с ГНН произошло, и впервые ли вы принимаете участие в подобном концерте? Нет, Сергей, наш уже постоянный гость. Резидент, скажем так, да? Наверное, как это модно сейчас выражаться. Ну, что для вас участие вот в подобном мероприятии? Ведь это же некий перформанс достаточно современный, да, с этими проекциями крупномасштабными. Вы классический музыкантище. На самом деле, я впервые принимаю участие в подобном проекте, где задействована мультимедиа в таком плане. Сергей же еще не видел этого. Да, я еще не видел. Ах, вот, давай, будет сюрприз завтра. Может быть, сюрприз, как это для публика. Для него будет сюрприз, что будет везде сверкать, молнии, дождь будет, да? Цветы раскрываться. Да, ну, я буду стараться, так сказать, соответствоваться с музыкальной частью глобального этого мероприятия, чтобы все прошло наиболее ярко со своей стороны. И вместе с мультимедией, я думаю, что должно это все иметь колоссальный эффект. Тем более, так понимаю, не будет репетиция как таковой, да? Ну, репетиция с оркестром была, музыкальная часть была отрепетирована. Сегодня, вот, а завтра вот какие-то фрагменты будем уже на сцене пробовать. Но я фрагменты и направления Гайна мне присылала, вот, так что я тоже заинтригован, как и вы, как и публика. Не может ли это оказаться неким таким отвлекающим моментом, может быть, не знаю? Хотя, конечно, профессионалу такого уровня, как вы, мне кажется, абсолютно ничто не в силах помешать или отвлечь от процесса. Ну, я уверен, что мы же все стремимся, в конце концов, к одной цели и увлечь публику. И как мы это делаем, в конце концов, мы все работаем на одну цель. И поэтому я думаю, что это не должно быть отвлекающим моментом. В конце концов, я тоже играю, это не впервые, времена года в Еванде. Ну, понятно, конечно. Ну, я открою маленький секрет, со сцены этого не видно. Ах, вот оно что! Так что, приятно. Ну, это видно только зрителям. Это видно только зрителям. Чтобы не отвлекало. Так что, Сергей, не беспокойтесь, вас ничего не будет отвлекать. То есть, Сергей, по сути, получается, увидеть только потом на видеофотосъемках, да, как это все будет выглядеть. Да, но это можно, со сцены это можно увидеть только так, боковым зрением. Конечно, помимо вас, Сергей, помимо Родиона Петрова, да, и помимо симфонического оркестра Москвы и Русского филармония, главными героями также здесь являются еще и музыкальные инструменты, ну, в частности, ваша красавица. Да. 1716 год. 1716 год. Мастера Джованни Гранчино, сделанной в Милане. Так как мастер Джованни Гранчино, он умер в 720-м, а в последние годы сильно болел, и большую часть работы по инструментам выполняли его сыновья, то мне кажется, мне бы хотелось верить, что это последний инструмент, который его... Ну, что это точная рука папы, это сомнений никаких нет. Я не знаю, если оператор может показать вот нижнюю деку, спину, как бы скрипки, она особо, по-моему, великолепна здесь. Мне хотелось бы верить, что это последний инструмент, который действительно сделал маэстро папа Джованни Гранчино. Сколько лет у вас уже этот шедевр музыкальный? Этот шедевр у меня с 2005 года, соответственно, 13 лет. Но вы уже срослись, мне кажется, с ним объявили. Знаете, что интересно, что вот срослись и привыкание к инструменту, меня часто спрашивают, сколько берет времени привыкнуть к инструменту. Ну, когда я получил этот инструмент, через неделю мне казалось, что я, ну так вот, освоился уже на нем, могу уже там. Через месяц мне казалось, о, вот сейчас... Вот сейчас, да, наконец-то произошло слияние. Так вот, я вам хочу сказать, что вот сейчас, как бы по прошествии там 10 с лишним лет, вот сейчас это действительно слияние произошло, и я чувствую этот инструмент, я надеюсь, что инструмент чувствует меня, действительно, мы разговариваем на одном языке. Интересный момент, так как вот мы упоминали то, что это не первый мой концерт с замечательным оркестром «Русская филармония». Я два года подряд играл концерт Чайковского, и в первый свой приезд из этих двух я играл на скрипке Антонио Страдивари, который мне дали на три месяца, на короткий срок. Да, вот, я, так как была серия ответственных, ну, была в какой-то степени, мне дали на короткий срок, ну, учитывая, что шла серия очень ответственных концертах, в том числе и в Москве, давай музыки, я решил взять эту скрипку. И вот я приехал и играл на ней. А через год, опять же, примерно через год, опять же, приехал играть в другой программе уже, на концерт Чайковского с оркестром «Русская филармония» со своей скрипкой. И все, без исключения, мне сказали, все-таки чувствуется, что это вот твой инструмент. Даже так. Вот. А еще забавную историю про сравнение этих двух инструментов могу вам сказать, что вот этот инструмент, когда у меня заканчивался, мне надо было, из «Страдивари», когда мне надо было его возвращать, на последней неделе, я решил последний концерт квартетом в Израиле сыграть на своей скрипке, чтобы уже заранее вернуть, чтобы не в последний момент это делать перед отъездом. Я вернул. И последний концерт сыграл на своей. На своей. Мои родители, которые неплохо, в общем, знают, да, наверное, мою игру. Мама подходит ко мне, говорит, жалко все-таки, что скрипка замечательная, «Страдивари» жалко отдавать. Я говорю, мама, я играл на своей. Даже так. Боже, какие вещи. Так что то, что скрипка своя, конечно, это огромный-огромный-огромный плюс. Действительно, что есть возможность ее так по-настоящему изучить. Я считаю, что она не уступает. По огромному количеству показателей она не уступает самым-самым-самым. Сколько же могут служить подобные скрипки? Вот уже... 302 года, по крайней мере, в хорошем состоянии. Да, и она в прекрасной форме. Ну, есть какие-то заделанные тысячи, конечно. Много лета ей желаем, да. Да. То есть и 500, в общем-то, можно смело сказать, что может подобный инструмент. Ну, я видел инструменты, которые существуют 400 с лишним лет. Ну, на наш век хватит, я думаю, вот так. На мойте точно, да. Что касается вашей семьи, как вы уже упомянули, мама, папа, которые сказали, надо сказать, что вы уроженец Нижнего Новгорода. Ну, тогда еще был Горький, Нижний Новгород. И у вас же там совершенно удивительная история. Значит, бабушка пианистка, дедушка аккордеонист, отец пианист. А мама музыковед, и причем папа не просто пианист, а он в консерватории работал, профессором? Да, он был профессором в кафедре камерного ансамбля и концертмейстерство, был солист филармонии и выступал многократно с симфоническим оркестром. А в составе ансамбля «Концертина» с 71-го года на протяжении 20 лет выступал по всему Советскому Союзу ансамбль старинной музыки. С четырех лет уже было объявлено Сергеем, и осознанно принято решение заниматься скрипкой. Да. Вот, и можно посчитать, что это уже не один десяток лет связывает с этим музыкальным инструментом нашего гостя. Ну, а далее приезд в Израиль и огромное количество каких-то академий, курсов, преподавателей сменяющих. Конкурсы. Да, один, другого, конкурсы международные. И абсолютно все мировые концертные площадки, и оркестры. И практически. Практически. Ну, я не знаю, может быть, легче только назвать, с каким вы не сотрудничали. Друзья, у нас прям коротенькая пауза. Обязательно оставайтесь с нами, очень скоро вернемся в студию. Поговорим мы про завтрашний потрясающий концерт в Международном доме музыки. Ну, и, конечно, обещаем, что Сергей нам обязательно исполнит что-то на этом шедевре. А вы рядом с нами, друзья. Мы это чувствуем. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране». У меня сегодня гости, руководитель, генеральный продюсер симфонического оркестра «Москва-Русская филармония» Гейнеша Ладжан. И Сергей Островский, величайший скрипач современности. Профессор Женевской консерватории, педагог, руководитель и первая скрипка квартета «Авив». В общем, и участник, добавим ко всему этому, один из солистов завтрашнего концерта в Международном доме музыки. Времена года. С огромным удовольствием всех приглашаем. Потому что помимо классической музыки, восполнения и блистательной русской филармонии, и приглашенных артистов, также нас с вами ждут крупномасштабные проекции, какие именно Гейны держат в секрете. И правильно делает, я считаю. Лучше это увидеть. Идете, увидите. Своими глазами, да. Ну и, конечно, очень хочется воспользоваться случаем, попросить Сергея что-нибудь исполнить. Ну, прежде Гейны, расскажите, пожалуйста, как ваша встреча и знакомство произошло. На концерте в Женеве я приехала, была в командировке. Сережа мне позвонил, пригласил на концерт. И мы первый раз увиделись на концерте, и после этого я пригласила в Москву. Это ощущение сразу пришло, что всё, надо сотрудничать непременно. Эта скрипка должна звучать в Москве. Вы знаете как, когда знакомишься, когда слышишь солиста или дирижера, на каком-то биологическом уровне понимаешь, наш или не наш. Вот с Сережей сразу произошло наш. Тут что-то, наверное, даже объяснить невозможно. Это такая алхимия, наверное, своего рода. А вы знаете, вот даже в Америке, в Европе слышишь русских исполнителей, которые получили именно российскую музыкальную школу, сразу определяешь. Это совсем другое. Это виртуозность, это музыкальность. Ну, наверное, Серёжа лучше это сейчас нам покажет. Покажет, да, и я, конечно, понимаю сейчас этих людей. Ну, как это у вас, я представляю эти вопросы многих наших зрителей, слушая, как можно определить, ну, как можно определить. Вот русская школа, это американская эта школа, как? Наверное, нужно просто больше слушать, больше слушать, и тогда придёт это понимание. Это придёт. Со временем. Сергей, мы вас просим пройти тогда к месту, где стоит выступление, и, конечно, что мы сейчас услышим. Я бы хотел исполнить «Ларго» из третьей сонаты для скрипки соло Иоанна Себастьяна Баха. Потрясающе. Ну, давайте, друзья, рекомендую, конечно, всем делать обязательно погромче телевизоры, приёмники, где вы смотрите, слушаете «Страну ФМ». Потому что, да, буквально на прошлой неделе была в Лейпциге и была в том костёре, где похоронена Иоганн Себастьян Бах. Вот когда же. Как у нас всё здесь по-волшебному, не случайно? Ну что, просим маэстро? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Вы знаете, вот очень редко на такое происходит, что иногда программу прям хочется переименовать не лучшая в стране, а лучшая в мире. Вот мне кажется, как раз и гости, присутствующие в нашей студии, и то событие, о котором мы вам рассказываем, именно такими и можно назвать лучшими в мире. Гайнеш Ладжан, руководитель и генеральный продюсер симфонического оркестра «Москва-Русская филармония» и Сергей Островский, победитель огромного количества международных конкурсов, скрипач. Первая скрипка и основатель струнного квартета «Авив», выступающий в лучших концертных залах мира и профессор Женевской консерватории. Педагог, можно еще долго перечислять, но я думаю, всем уже понятно, что величайший музыкант современности. Вот именно так мне хочется вас сегодня называть, Сергей. Ну и завтра, напомню, в Международном доме музыки мы вас все приглашаем на замечательный концерт Сергей Островский, Родион Петров и симфонический оркестр «Москва-Русская филармония», концерт Вивальди, Пьецола «Времена года». Гайне, вы обещали рассказать, что помимо классики, завтра также могут услышать зрители и что-то другое. Ну, мы стараемся немножечко расширять рамки симфонического оркестра, и самое главное, стараемся, чтобы молодому поколению было не страшно и неудивительно покупать билеты на концерты симфонического оркестра. Конечно. И с этим связан один из наших проектов, который называется «Классика Энерджи», который у нас будет в конце января. Мы сделали обработки, современные обработки самых известных классических, ну, как сейчас это модно говорить, хитов. Это и в «Пещере горного короля», это и фантазию на темы Бетховена, и на Моцарта, и Чайковский. И одно из произведений, которое, конечно же, наверное, это самое играемое и самое узнаваемое произведение, это «Вивальди Шторм». Может быть, мы сейчас даже посмотрим? Попускаем, да, фрагмент, попросим нам продемонстрировать. Что совсем не стандартно для симфонического оркестра. А это что за площадка? Это Кремль. Кремль как раз, конечно. Браво! Аплодисменты, жалко, что очень маленький, коротенький такой фрагментик, но я думаю, что нужно будет отправиться и посмотреть целиком программу. Даты какие, помните, будет Гайны? «Классика Энерджи» 30 января будет. Да, и можно приобрести билет у нас на сайте и воспользоваться акцией, которая завтрашнего дня у нас будет на сайте оркестра 3Worchestra.ru или «Русская филармония» в любом поисковике. И я хочу сказать, что очень приятно видеть в зале молодых людей. И завтрашний концерт, я уверена, 90% у нас будет молодежи. Потому что вот такими проектами мы приглашаем, мы воспитываем, но мы начинаем воспитывать вообще с раннего возраста. И в эти выходные был у нас замечательный проект с компанией Walt Disney. Мы сделали фантазию Disney, мультфильмы Disney, причем это фантазия 1937 года с симфоническим оркестром. И это абсолютно современный мультфильм, который сейчас смотрится. И у нас впереди и «Щелкунчик», и «Фроузен», который дико требует. Но это же ваши знаменитые проекты, так называемые лайф-синема. Лайф-синема, да. Только в данном случае просто не фильм для взрослых, а мультфильм для детей. Да, мультфильм для детей. И меня часто спрашивают, с чего лучше детям начинать музыкальное знакомство с музыкой. И именно, конечно, с такими концертами, где для детей очень понятно и мультфильм смотрит, и оркестр играет. И понятно, почему именно для этого мультфильма используется именно эта музыка. И, во-первых, хотелось бы, чтобы все-таки родители немножечко начали образовывать своих детей. Ну, там, с 5-6 лет, и все-таки делать замечания о том, что не надо прыгать во время спектакля, не надо бегать по рядам. Танцебать, что-то кричать и комментировать, да. Да, потому что с этим у нас сложновато пока, но сидят, смотрят. Сергей, а вы как считаете, как можно приучить ребенка классической музыке? Сергей, который в 4 года взял скрипку. Который в 8 лет впервые публично выступил, а в 13 уже с симфоническим оркестром. Ну, вы знаете, я очень любил ходить на концерты. Это, наверное, то, что мне помогло. Я не очень любил заниматься. Дети не слушайте. Сереж, но у тебя не было другого выбора. В такой семье ученым точно ты бы не стал. Ну, это правда. Дело в том, что они все пианисты были. И сестра моя, и Евы, и брат Игорь. Они все старшие пианисты. В 4 года я просто озвучил, что я на фортепиано играть не буду. На что папа спросил, а что же ты будешь делать? Не спросил, на чем ты будешь играть? А что же ты будешь... Вот, я сказал, что я буду играть на скрипке. Все были довольны этим выбором. И, ну, иначе приходилось бы расписывать часы занятий на пианино, потому что, в конце концов... Ну, пришлось бы, конечно, папе, да, становиться педагогом. А тут получилось замечательно, что всем аккомпанировали мне рано или поздно. Ну, вы знаете, я очень любил ходить на концерты и слушал. Я вот сейчас смотрю, у меня... Ну, вы не прыгали же, не бегали, не скучали. Ну, вот у меня дочь, Майя моя, и 9 лет. И я вот сейчас наблюдаю концерты, которые я ей объясняю, вот, объясняю, что мы будем слушать и на что сейчас обратить внимание. Она слушает лучше. Конечно, не любая программа для детей, и многое ей тяжело. Но вот если вот действительно объяснить, конечно, вот такие концерты, как «Фантазия», это замечательно. Они и у них откладывается это, они будут, а, вот это мы слушали. Но вчера, например, на концерте в Нижнем Новгороде... На родине, надо сказать. Да, с камерным оркестром солиста Нижнего Новгорода был замечательный концерт, и было достаточно много детей. Вот, и мне было очень приятно после Ронды Гапчёза, Синсанса, тоже один из хитов. Девочка подошла, и я не знал, что она вот так вот выходит на сцену, потому что твитов при ней не было. Она мне подарила сделанный за время исполнения из программки «Самолётик». Вот, это было очень трогательно. Вот, да, вышла такая маленькая. Ну, это, собственно, от души, конечно, было сделано же, не просто так, не хулиганство какое-то, наверное. Нет, не хулиганство. А вот Майя у вас тоже музыкантом будет? Ну, будет ли она музыкантом? Как сказала, хорошо, одна моя знакомая, если она выберет музыку, я буду, конечно, я не буду препятствовать, и всё такое. А вот если музыка выберет её, конечно, я сделаю всё возможное. Я не знаю, сейчас сложно сказать, но Майя занимается третий год, на скрипке тоже занимается. Но она тоже занимается на фото-пиано, она занимается на двух инструментах. Ну, в этом году, в августе, сыграла впервые с струнным оркестром медленную часть из «Зимы Вивальди» из времён года. Ну, так для неё я, как и мои родители, которые никогда меня не заставляли заниматься там, или никуда не проталкивали, вот ты должен, ты обязан. Скорее то, что я выступал 8 лет публично первый раз. И в 13 лет с оркестром это был способ Папин как-то меня стимулировать скорее, чем пропихнуть в какой-то концерт, вот чтобы все говорили там, что вот сын Островского. Нет, скорее тут он хотел меня стимульнуть. И ему это удалось, конечно. Я в седьмом классе, конечно, серьёзно стал заниматься, и в 13 лет вот в конце седьмого класса сыграл первую часть концерта Медельсона с оркестром филармонии в Нижнем Новгороде. Серьёзно заниматься это сколько часов в день? Восемь? Скорее всего, это не всегда связано с часами занятий. А, просто с осознанностью и с пониманием, что это серьёзно. С осознанностью того, что на тебе лежит огромная ответственность за всю твою проделанную работу. Вот всё, что ты сделал, так и будет. Как бы не на кого больше, так, конечно, педагоги, всё замечательно, но ни в коем случае они за тебя не выйдут играть. И это ты выйдешь перед своей нижегородской публикой, которая тебя знает там с трёх лет. И, конечно, ответственность лежит на тебе, это скорее это. А потом это выливается в часы, потом часы выливаются в качество, потому что, конечно, поначалу, когда я размахнулся, занимался там много, по 8-9 часов. Ну, потом я понял, что и это не всё функционально, надо как-то это делать с головой. Ну, я советую людям вот в молодом возрасте, там с 14 лет, там, да, чтобы 4-5 часов, если они могут каждый день заниматься, это будет замечательно. А если у них конкурс международный, огромная программа, конечно, там надо заниматься больше. Но если программа стандартная, то 4-5 часов это очень хорошо, они так могут хорошо развиваться. Хорошо развиваться и чего достичь. А я хочу попросить вас сейчас, Сергей, продемонстрировать, сыграть, да. Я бы хотел исполнить вторую пьесу, я бы хотел исполнить фрагмент из произведения, которое написано не для скрипки, которое написано оригинально для фортепиано, но очень часто исполняется на гитаре. Исаак Альбенис Астуриас. Ой, замечательно. Сергей проходит у нас опять на нашу сцену небольшую, импровизированную. Берёт в руки скрипки, напомню, между прочим, 1716 года. Я вообще не знаю, даже страшно дышать в сторону этого инструмента, а ведь он ещё перемещается в самолётах. Всё, замолкаем. Сергей Островский, дамы и господа, слушай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok И на абсолютно разных площадках Москвы. Да, это и Московский международный дом музыки, и это Большой зал консерватории, это и Кремлёвский дворец. После времён года, ровно через неделю, в следующую четверг у нас замечательный концерт Сергея Рахманов, концерт номер 2 и номер 3 для фортепиано с оркестром, и солист тоже молодой победитель самых престижных фортепианных конкурсов, Александр Синчук. Ну, у нас вот так в октябре заканчивается классическая программа. Как? Уже нужно успеть срочно. И со 2 ноября у нас начинаются такие рок-хиты. Целая череда концертов. Это уже государственный Кремлёвский дворец. Да, Кремлёвский дворец. И 2 ноября премьера нашей программы «Квин. Лучшие хиты». Смотрим фрагмент. Шоу «Мазгуон». Это фрагмент из нашего концерта. Состав будет этот, Джагрина? Состав Магнус Баклунд, Йохан Бодинг, оркестр русской филармонии, дирижер Ульф Ваденбрандт. А так как у нас в первом отделении мы полностью воссоздали весь диск «Мансеррат Кабарье» и «Фредди Меркури» «Барселона», солистка Большого театра Дарья Зыкова. 2 ноября Кремлёвский дворец. И воспользуйтесь, конечно, нашей акцией на нашем сайте русской филармонии. Завтрашнего числа, 10 дней, акция «Безумные дни». Я могу сказать точно, что нужно торопиться с билетами, потому что эти концерты всегда с аншлагом проходят. Да, на завтра уже билетов нет. На завтра уже нет, да, мы это поняли, к сожалению, да. Но есть возможность, поэтому... На 2 ноября есть. На 2 ноября как раз, да, позаботиться. Что ещё из предстоящих мероприятий рекомендуете посетить? У нас есть концерт, который называется, вот второй раз мы его будем показывать, 8 ноября, называется это «Релакс в большом городе». Ой, это потрясающая история, где можно действительно расслабиться, отдохнуть. Да, именно расслабиться, отдохнуть. Уже доказано, что такие лечебные, терапевтические, терапевтический эффект классической музыки на нервную систему. Поэтому мы всех приглашаем именно в нашем безумном мегаполисе, именно приехать на такой остров спокойствия, счастья, покоя. Оставьте, пожалуйста, все свои проблемы за стенами концертного зала, за дверьми и приходите к нам на «Релакс». Это 8 ноября. И у нас ещё есть премьера нашей концертной программы. Это вообще премьера. Мы ещё до сих пор, сейчас такой сценарий ещё пишем. Совместно с известным артистом Владимиром Скворцовым, ну, как раньше это называлось, музыкальные чтения, а мы придумали сделать такое похождение Казанова. Так. Ну, Казанова не получился, в общем, получились мемуары Дон Джоанна. И вот то, что у нас получится, с этим мы познакомим публику в Большом зале консерватории 4 ноября. Ну, это уже очень скоро. И всех ждём. Ну, а в Доме музыки у нас будет впервые концерт, посвящённый золотым хитам Абе, группы Абе, как раз к 45-летию создания этой группы. И делаем мы это совместно со шведскими исполнителями. Это 17 ноября. И 24 ноября шведские и итальянские музыканты с нами будут, солисты. Это золотые хиты рока. А какие у нас фрагменты видео ещё остались, что мы можем посмотреть? У нас с вами есть фрагмент, по-моему, мы сделали Белинду Дэвидс. Я хочу отдельно сказать об этом концерте. Вы знаете, сначала, наверное, нам лучше послушать, а потом я расскажу. Слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блистательная, просто восхитительная. Субтитры сделал DimaTorzok Белинда Дэвидс. Ганя, я знаю, что вы обожаете абсолютно эту певицу. Ну а как её можно не обожать, когда она профессионал с большой буквы. Потрясающая женщина, потрясающая певица. У неё диапазон 5 октав. И я очень люблю, когда начинают говорить трибюты. Это мы даём вечную жизнь вот этим замечательным песням, произведениям. Мы же даём вечную жизнь классическим произведениям. Почему бы не давать вечную жизнь вот таким для нас уже классическим поп-шлягерам, которые уже завоевали своё право на вечную жизнь миллионами любителей. И Белинда в 2013 году прошла отбор среди 15 тысяч исполнителей. Вот, это уже нешуточно. В Лондоне был конкурс Уитни Хьюстон, и Белинда победила. Это наша мировая звезда. Я могу сказать, что она совсем не уступает оригиналу. Даже не то, что оригиналы, мы их не сравниваем. Мы говорим о том, что эта исполнительница, она абсолютно 100% имеет право исполнять и давать продолжение этим хитам песен, которые исполняла Уитни Хьюстон. И у нас премьера будет её сольного концерта в Доме музыки 7 декабря. 7 декабря, да, симфоническая оркестр Москва и Русская филармония. Белинда Дэвидс с песнями Уитни Хьюстон. С программой «I will always love you» мы будем любить тебя всегда. И здесь, конечно, я должна напомнить всем, что лучше уже сейчас позаботиться о билетах, потому что смело можно сказать, что это мероприятие тоже пройдёт с аншлагом. Или уже нет билетов. Ползала уже нет. Уже осталось совсем немножко, так что поторапливайтесь. Заходите на официальный сайт оркестра. Русская филармония. Да, да, и воспользуйтесь акцией. Ещё я хочу открыть для россиян, для москвичей, человека, который впервые вообще к нам приезжает в Москву. Это звезда мюзиклов, это звезда, телевизионная звезда. Грин, я прошу прощения, давайте немножко сохраним интригу. У нас сейчас коротенькая пауза, после которой мы обязательно расскажем, что же это за легендарный человек. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, ну и обещанный, обещанный невероятный сюрприз, который ожидает жителей Москвы, гостей столицы. Агенет Шаладжан, руководитель и генеральный продюсер симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», сейчас расскажет нам, кого же мы услышим 18 и 19 декабря в Доме музыки. Концерта в Доме музыки 18 и 19 декабря. «Впервые слушала и искала для какой-то программы, мне нужна была песня, и вдруг натыкаюсь на красавца с потрясающим баритоном. От него прям прёт и жизненная энергия, и музыка, и драйв. Думаю, что кто такой? Почему ещё не с нами? И позвонили, списались, пригласили. Оказывается, никогда в России вообще не был. И перелёт у нас из Буэнос-Айреса в Москву на два концерта. И я думаю, что лучше нам послушать его. И это же две разные программы. Это две разные программы. Очень замечательно. Давайте ознакомиться, смотреть, слушать. Даниэль Буавентура. Даниэль Буавентура. Ну, конечно, Саша, вы меня понимаете, да, что мимо этого я пройти не могла спокойно. И я поняла, что это будет преступление не показать такого харизматичного исполнителя и звезда мюзиклов, и звезда телесериалов. Лучший голос Латинской Америки, на секундочку. Потрясающе, но очень хорош. И симфоническим оркестром Москвы русская филармония. Да, мы сейчас делаем как раз оркестровки под все эти его песни. Это одна программа будет итальянская. Так, как раз 18 декабря, наверное, да? 18. Нет, она будет 19 итальянская. А 18 декабря это будут всемирно известные хиты. Ну, в общем, по-хорошему, нужно оба мероприятия посетить, оба концерта, потому что программа разная. Разная и замечательный исполнитель. Но мы стараемся, мы же думаем все время о своем слушателе. Конечно, это видно и это слышно, Гене, правда, но мы искренне говорим. На самом деле мы концерты делаем, составляем именно для вас, для жителей Москвы, для слушателей. Вот посмотрите сейчас. Слышат наши исполнители, да? Да, слышат наши зрители. Ну, хорош. Саш, я надеюсь, вы придете. Ой, сто процентов. Сто процентов уже могу сказать точно. Можно сказать, Даниэль, до встречи. Друзья, заранее билеты заказывайте. Еще одно мероприятие. Безумные танцы. Да, об этом, конечно, хочется говорить. Это мой любимый концерт. Безумные танцы с Вабиом Астранжело, которое будет 8 декабря в Кремлевском дворце. Это настоящее гал-шоу, где собраны и инструментальные танцы, где собраны и вокальные танцы, где собраны и танцевальные наши победители латиноамериканских танцев, призеры. Замечательное трио балалайок наших. Всех ждем. Кто хочет сделать себе близким... Посмотрим, подментик небольшой, да. Праздник, пожалуйста, приходите 8 декабря на Безумные танцы. Ну, только посмотрите на это. Сделайте себе подарок. Да, мамба. Ну, это очень красиво, невероятно. Вообще, что касается подарков, надо сказать, что благодаря симпаническому оркестру Москвы Русского филармония вы можете делать эти незабываемые оригинальные подарки в виде билетов. Своим близким, да. Каждую неделю и чуть ли не каждый день даже зачастую. Нет, каждый день нет, но каждую неделю и не по одному концерту это да. У нас, кстати, существует... У нас очень много покупают в подарок билеты. Ну, потому что, конечно, такое событие, которое останется в твоей памяти навсегда. Ну, посмотрите, Либертанга. Кстати, Либертанга завтра будет заканчивать наш концерт. Сергей, будет Либертанга. Либертанга, обещайте нам. Вместе с Родионом Петровым. Вместе с Родионом Петровым. В тандеме. Это потрясающе. Ну, и с роскошными картинами. Весь отландский зал Международного дома музыки будет украшен инсталляциями крупномасштабными. Да, но я с гордостью могу сказать, что Русская филармония ввела моду на такую визуальную музыку. Мы начали это делать в 2005 году. И видите сейчас, сколько у нас продолжателей. Очень многие делают подобные концерты. Ну, ваши лучшие. Это точно. Спасибо большое. Я очень хочу спросить у вас. У нас уже заканчивается, к сожалению, время эфирное. Ваши ближайшие планы? Завтра выступление блистательное в Международном доме музыки. После этого? Ведь у вас очень насыщенная гастрольная жизнь, преподавательская. Ну, да. Ну, преподавательская жизнь, она всегда это наша. Это наш ежедневный труд. У меня 15 студентов в консерватории в Женеве. А кто эти ребята? Ребята из самых разных стран, но есть тоже из России. Здорово. С двумя я занимаюсь по-русски. Так. Много очень французов. Есть тоже швейцарцы. Ну, и из Испании. Из самых разных. Наш квартет ВИФ в этом году представляет проект «Все квартеты» Людвига Ивановна Бетховена. Все квартеты. За шесть концертов в течение сезона. Мы начинаем 6 ноября и заканчиваем 25 июня в Женеве в зале «Ансерме». Студия «Ансерме» — это основатель оркестра «Романская Швейцария», имени его, камерный зал на радио. Вот. Мы там проводим шесть концертов. Это такой наш самый большой проект. Также в этом году выходит диск «Квартета ВИФ» на «Наксос», на студии «Наксос», записанный. С квинтетом Шуберта, квартета и второй волончели, и струнным трио вторым. Вот это так из больших таких проектов. А примерно когда даты какие-то понятны с записью? Запись уже сама была. Диск выходит весной. Диск выходит весной. Сейчас днем идет работа. Будем искать на просторах интернета, на платформах. Ну, уже сейчас можно знакомиться с многими записями «Квартета ВИФ» на Apple Music, на Spotify, как люди слушают сегодня. И «Квартеты Шульхов», «Дохнани», «Оффмастер», а также «Квартеты Шостаковича». Три записанных диска с «Квартетами Шостаковича». Сереж, а только классическую играете музыку, да? Мы... да. Ну, так. Ну, вот так. Когда нам ждать вас в России? Ну, вот это зависит от друзей, которые верят и хотят услышать меня вновь здесь, на российской земле. Я всегда рад любому предложению и любым приглашениям играть в Москве, в Нижнем Новгороде и в других городах России. В следующем сезоне, конечно, Сережу пригласим. Спасибо большое, Грина. Я искренне благодарю вас за возможность сегодня в эфире пообщаться с Сергеем. Сергей, спасибо огромное. Спасибо вам. Браво, аплодируем. Спасибо вам большое. Примите наш восторг, правда, дикий. Желаю вам удачи и ждем. Спасибо. Интересных вам новых проектов развития, успехов, побед, новых, пусть всегда будет к чему стремиться. Спасибо. Ну, а вас мы обожаем, любим, восхищаемся. Спасибо. И оркестр «Русская филармония», конечно, понятно, что номер один в нашей стране. Прекрасные мероприятия, которые, друзья, наши зрители и слушатели, мы с вами обязательно по возможности, конечно, должны посетить. Ну и до встречи в нашем эфире. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова